Благодать вам и мир! Мы уже сегодня слышали. Я хочу еще продолжить, читая Священное Писание. И предлагаю сейчас всем вам открыть в заключении нашего собрания еще Слово Божие. Первое послание Коринфянам, 10 главу. Первое послание Коринфянам, 10 главу. И мы будем читать сначала этой главы. Первое Коринфянам, 10 глава. Начнем читать с первого стиха. Постол Павел пишет такие слова. И о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не будем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Прочитанный отрывок Священного Писания переносит снова наши взоры в далекую древность, в то время, когда народ Божий, народ израильский, выходил из египетского рабства. Но прежде чем мы внимательнее посмотрим сегодня на те события, которые происходили в то далекое время, мне хотелось бы, чтобы мы поняли, почему это слово апостол Павел обратил именно к Коринфской Церкви в своем письме. Это важно, мои братья и сестры, не правда ли? Он напоминает им о чем-то, он говорит им о том, что посмотрите в историю, почему он напоминал именно к Коринфской Церкви это слово. Я думаю, что очень необходимо и важно, чтобы лучше понять нам все это, опять-таки погрузиться в историю и понять то, что происходило в то время также и в городе Коринфе. Вначале немного о самом городе. Город Коринф был построен Юлием Цезарем в 45 милях от Афин. Это, если мы смотрим на карту, это современная Южная Греция и населен по образцу римской колонии. Ввиду своего географического, военного, экономического значения, этот город довольно скоро вырос. Его в то время населяло примерно 700 тысяч жителей. Согласитесь, мои братья и сестры, этот город был весьма немалым даже с точки зрения современных исчислений. И этот город вскоре приобрел статус столичного города наряду с Афинами. И этот город стал столичным в провинции, римской провинции Ахая. Ахая – это было греческое название вот этой местности, то есть римское, точнее римское название Греции было Ахая. И этот город стал не просто быстрорастущим экономическим городом, военными центрами и так далее, но в этом городе наряду с Афинами распространялось философские учения Древней Греции. Морально-религиозная обстановка в этом городе была весьма непростой. Более того, она была греховной. Историки пишут о том, что Коринфия в середине первого века нашей эры, это в то время, когда апостол Павел основал там церковь, и затем чуть позже он писал это письмо к ним. В это время умами и сердцами почти всех жителей завладело именно вот это учение Древней Греции. И философия, философия стоическая и философия эпикурейская. Стойки вообще воспринимали Бога как какой-то разум или дух Вселенной. И они говорили о том, что человек – это смертное существо. И после того, когда человек умирает, то он либо, его душа поглощается огнем, либо она поглощается составными элементами Вселенной. Поэтому в согласии с этим учением, с учением стоиков, им предписывалось, чтобы они жили в соответствии со своим разумом, и поступая таким образом, как гласило это учение, человек становился совершенным и самодостаточным. Понятно, что такой образ мышления не нуждался в Спасителе, не нуждался в Боге, и подобно современному гуманизму, он мог привести лишь к воцарению человеческой гордыни, самодовольства и бесстыдного распутства. Если мы посмотрим на другое течение этой философии, на эпикурейцев, то они вообще были атеистами того времени. Они не верили в Бога, и они считали, что если даже и существовал Бог с малой буквы, или, скорее всего, даже не один, то он не проявлял к ним никакой заинтересованности к этому жалкому праху, именуемому человечеством. И как стойки, так и эпикурейцы полагали, что жизнь человека заканчивается со смертью. А потому, пока живешь на земле, «Поэтому наслаждайся всем, чем ты можешь насладиться, потому что живешь лишь только один раз. Потому что, как писал апостол Павел, они руководствовались принципом «станем есть и пить, ибо завтра умрем». Развлекайся, наслаждайся всеми доступными удовольствиями». И поэтому под влиянием этой философии жили практически все жители этого большого города Каринфа. И поэтому, друзья, в эпикурействе и стоицизме были воплощены два господствующих принципа – удовольствие и гордыня. Удовольствие и гордыня – то, чем они занимались практически все свое свободное от работы время. Более того, в этом городе Каринфе процветало идолопоклонство. Была также культовая проституция в городском храме Венеры и многие другие грехи. Все это настолько развратило нравственные понятия устой коринфян, что уже само название жителей Каринфа ассоциировалось в то время с развратным образом жизни, с моральной нечистотой. Философия безбожья принесла здесь, сюда, в этот город, свои крайне презренные плоды. И вот в такой мрачной духовной атмосфере, среди, так сказать, морального банкротства, в середине первого века нашей эры, сюда попадает апостол Павел, и Бог через своего служителя насаждает здесь Евангельскую церковь. В этой церкви были разные люди. В этой церкви, как, наверное, и в современных церквах, были люди, которые были искренне любящими Господа, которые обладали различными дарами, различными талантами. Были также и другие, были и плотские христиане, были также и те, о чем апостол Павел писал в конце этого послания, «К стыду вашему он говорил, некоторые из вас не знают Бога». Как известно, когда человек приходит из мира в церковь, то у него нередко довольно тяжело, довольно медленно отмирают его старые греховные привычки. Нечто похожее было и среди коринфской церкви, пропитанное насквозь на протяжении многих лет философией стоицизма и эпикурейства, духовно неокрепшие христиане, они в какое-то время, после того, как апостол Павел оставил их, когда он уже переехал для служения в другие города, они начали делиться. Кто-то говорил, я Павлом, кто-то Аполлосов, кто-то говорил Кифин или Петров, а кто-то говорит, а я Христов. И затем прежняя практика идолослужения также проявилась в неприкрытой половой распущенности некоторых членов, о чем мы читаем в пятой главе этого послания. И вместо того, чтобы осудить этот грех, вместо того, чтобы извратить из среды своей развратившихся членов церкви, они написано возгородились. Вот почему апостол Павел строго обращается к ним в пятой главе этого первого послания к Коринфянам и говорит о том, что когда я приду, я придам таковых сатане. Были там и другие проблемы, возникшие на основе идолопоклоннических обычаев, среди которых было потребление в пищу мяса, принесенного идолом. Некоторые члены Коринфянской церкви вместе со своими друзьями посещали эти языческие кампища, эти храмы идолов. И они полагали, что так как они знают, что идол уже ничто, что это для верующих людей, по большому счету, это ничто, потому что это не Бог и не представляет никакой особой опасности, и это не делает участие в этих яствах актом служения идолов, то они сидели там нередко и кушали пищу в этих языческих храмах вместе со своими друзьями. Но апостол Павел в этом письме своим утверждал, что здесь не все так просто, не все так однозначно, что злоупотребление своими знаниями, христианской свободой, может не только их лишить способности эффективно служить Христу, но и может их привести однажды к большим грехам и даже к погибели. Друзья мои, здесь важно отметить, что один из самых верных путей впасть в грех, это излишняя самоуверенность в себе. Это то, что мы наблюдаем здесь среди коринфской церкви. Многие из коринфских христиан считали, а возможно писали об этом в своем письме, о чем мы читаем в начале 7 главы, что они уже достигли в своей христианской жизни совершенства. И скорее всего именно это имел апостол Павел, когда осыпал их саркастичными упреками в 4 главе мы читаем. Он говорит, вы уже присытились, вы обогатились, вы уже стали, так сказать, ни в чем не нуждающимися. Да, они получили спасение, да, они были крещены, да, они были наставлены самым лучшим проповедником всех времен, самим апостолом Павлом. Да, друзья мои, они многое что получили, и они считали, что они уже не имели никакого недостатка, ни в каком даровании. Они считали себя духовно зрелыми, и коринфы не думали о том, что они обладали достаточной силой для того, чтобы уже общаться с язычниками и со своими друзьями во время их религиозных церемоний и общественных мероприятий, и не пострадать ни морально, ни духовно, если они не будут непосредственно сами участвовать в самом идолопоклонстве или безнравственности. Павел же говорит здесь о том, что они обманывают самих себя. Злоупотребление свободой вредило не только их духовно неокрепшим верующим, вот их собратьям, оскорбляя их совесть, но оно подвергало опасности и собственную духовную жизнь. Невозможно долго балансировать на пределе свободы, как на краю пропасти, без того, чтобы не упасть в искушение, а затем и в грех. Духовно зрелый христианин, запомните, друзья, духовно зрелый христианин никогда не будет пытаться в своей свободе дойти до края, так сказать, обрыва или пропасти, чтобы увидеть, насколько близко он может соприкоснуться со злом без вреда для себя. Христианин, слишком уверенный в своих силах, считает, что он может справиться с любой ситуацией. Но апостол Павел здесь в 12 стихе предупреждает, поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И чтобы отвратить коринфян от участия в видовослужении, чтобы избавить их от ложной самоуверенности, чтобы напомнить их о том, что очень опасно быть самоуверенным, он им приводит примеры жизни израильского народа. Евреи пользовались огромными привилегиями. Действительно, евреи очень многое, что получили, и при том совершенно незаслуженно, не потому, что они были какими-то людьми особенными, но потому, что к ним было особое Божье благоволение. Они пользовались, как уже я сказал, огромными привилегиями, но за свою непокорность Богу, за то, что они сверх меры раздражали Его, они подверглись тяжелому наказанию. И в первых стихах 10 главы Павел перечисляет их привилегии, аналогичные в чем-то нашим. И он начинает свою беседу, когда он говорит, обращаясь к коринфовской церкви, и когда он смотрит на эту же проблему, которая существовала еще куда раньше, за многие еще столетия тому назад, он говорит, посмотрите на своих отцов. Обратите внимание, вы сейчас находитесь в похожей ситуации, но эта ситуация не нова. Посмотрите в историю, гляньте еще на много столетий тому назад, посмотрите на народ Божий, на народ израильский. Он начинает свою беседу призывом к вниманию, не хочу оставить вас, братья, в неведении. Не хочу, чтобы вы остались в неведении относительно вопроса, достойного того, чтобы обратить на него самое серьезное внимание и знать об этом. Это в высшей степени, друзья мои, назидательная, поучительная история. И эта история оказывается назидательна и поучительна не только для Коринфской церкви. Эта история также назидательна и поучительна сегодня и для всех нас с вами, братья мои и сестры. Дело в том, что иудаизм был похож на христианство, так сказать, за завесой, скрытая про образах и тени. Евангелие, можно так сказать, проповедовалось иудеям в виде ритуалов и жертвоприношений. И то, что произошло с ними, невзирая на все их привилегии, является для нас также очень серьезным предостережением. И затем апостол Павел перечисляет некоторые из их привилегий. Посмотрите, друзья, он начинает свой разговор с ними, во-первых, с исхода их из Египта. Он говорит, посмотрите, отцы все были под облаком и все прошли сквозь море. Отцы, то есть прародители, то есть духовные отцы прежде всего, отцы веры, отцы народа Божия, потому что не все евреи, те, кто по плоти, но те, кто по духу. Все они были под охраной Божьим водительством. Облако служило им для различных целей, как мы знаем. Оно временами превращалось в облачный столб, который, с одной стороны, светился, чтобы освещать для них путь днем, и также, с другой стороны, чтобы он был темный, чтобы скрывать их от преследующих их врагов. Иногда это облако вообще накрывало их, когда они находились в пустыне, скрывало их от палящих лучей в пустыне. Иногда оно просто останавливалось, они понимали, что здесь нужно останавливаться для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы восстановить свои силы. И они были чудесным образом, мы читаем, проведены сквозь воды Красного моря, в котором в этих водах потонуло войско фараона египетского, устремившиеся за израильчанами. И для иудеев это море стало ровной дорогой, дорогой к спасению, а для египтян стало могилой. И все это, можно так сказать, необычайно точный прообраз нашего искупления во Христе, который спас нас, уничтожив своих и наших врагов. И, друзья мои, здесь мы можем немножко остановиться и сделать, так сказать, предварительный вывод. Если Бог совершал такие великие чудеса ради избавления израильтян, если так Он их бережно охранял и защищал, значит, мы можем сделать вывод, что они были не просто Ему небезразличны, но они были даже больше, они были дороги Ему, они были безмерно дороги Ему, значит, что Он благоволил к ним, значит, что Бог очень любил Свой народ израильтян, потому что Он хотел их избавить от египетского рабства, ввести землю обетованную, так, чтобы они не просто там жили и наслаждались своей жизнью для своей плоти, но чтобы они служили Ему там, чтобы они повиновались Ему там, чтобы они были Божьим народом для всего мира. Что произошло дальше? И дальше мы смотрим, во-вторых, они имели даже свои, можно так сказать, аналогичные священно действия или таинства, как и мы. Они написаны, все крестились в Моисея, в облаке и в море. То есть, они были, так сказать, все погребены, были спрятаны, были погружены, то есть, облако накрывало их сверху, они прошли в водах, вот, Красного моря, вода окружала их вокруг. И как мы принимаем крещение, помните, это прообраз нашего крещения, то мы видимым образом свидетельствуем о том, что мы, вот, в данном случае духовно соединяемся со Христом и свидетельствуем о том, что мы в Его смерти, Его воскресении, мы соединены с Ним, мы отождествляемся в единении себя с Ним. Так и израильтяне, они духовно окрестились Моисея в том смысле, что они отождествили себя с Ним, как с руководителем, которого Бог поставил над ними. И с этого момента, после того, когда они прошли под этим облаком и прошли сквозь воды Красного моря, они уже наконец-то признали для себя официально, что Моисей это не просто человек, один из собратьев, но это лидер в их обществе, это Богом избранные руководители для них, и они были, так сказать, последователи, которые должны были слушаться Моисея с Аароном, повиноваться им во всем. И затем мы все ели одну и ту же духовную пищу, написано, и все ели, и все пили одно и то же духовное питье, как и мы, то есть манная служившая им пищей была прообразом распятого Христа, хлеба, шедшего с небес, о чем мы читаем Иоанна Георгиевна, вкушая которой всякие имеют жизнь вечную. Их питьем была вода, излеченная из скалы, и этой скалой был Христос в прообразе. Он есть скала, на которой основана христианская церковь, из нее текут потоки для удовлетворения жажды всех верующих. И иудеи, они написаны еще раз, все ели одну и ту же пищу, и все пили из одного камня, называемого здесь духовным, так как он был прообразом духовных вещей. Заметьте, что в этих четырех стихах пять раз употребляется одно и то же слово. Мы читаем все, 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 все указывающие на общность их переживаний, на общность со всем народом, общность их благословений. И это были великие привилегии. Они все были в то время получателями этих Божьих привилегий, Божьего благоволения к ним. Казалось бы, что все это должно было спасти их. Все они были под Божьей защитой. Все они вышли из египетского рабства, из старым ал, и они шли в землю обетованную. Все, все написано. Но, друзья мои, случилось нечто, нечто то, что, о чем здесь хочет сказать апостол Павел для церкви Коринфия. Да и сегодня для всех нас. Но написано не о многих из них. Благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Спрашивается, почему случилось такое несчастье? Почему такая трагедия произошла в жизни Божьего народа? Ведь всех их Бог вывел, и всех вел, и всех заботился, и всех охранял, и благословлял, и защищал, и давал им многочисленные победы с врагами, когда они шли в землю обетованную, и питал их, и хлебом, и духовным, и физическим, и питьем, и все было, может быть, не всегда, когда им хотелось, но тем не менее, никто из них не умер от голода в пустыне, Бог заботился о всех их нуждах, им не нужна была одежда, обувь, потому что она не снашивалась, и мы читаем, что из всего огромного числа израильчан, покинувших Египет, в землю обетованную было разрешено войти только двоим взрослым, Иисусу Найину и Халеву, и также детям младше 20 лет. Даже Моисей и Аарон, казалось бы, вождин Божьего народа, оказались недостойными войти в нее, потому что, помните, Моисей ударил своим посохом о скалу в Мериве, вместо того, чтобы сказать ей, как повелел ему сделать Бог. Они написаны не явили святости. Моисей не явил святость Божью. Друзья мои, оказывается, люди могут пользоваться многими и даже большими привилегиями в этой жизни и все-таки не достичь цели, не получить награды, оказаться отвергнутыми и даже потерять жизнь и спасение. Ведь подавляющее большинство из этих вышедших из Египта евреев, они были благословны Богом. Их Бог освободил из египетского рабства, крестил Моисея в облаке и море. То есть, они исповедовали веру свою в Моисея как посланника Божьей, они питались Господом в пустыне, и тем не менее, они не увидели заветной цели. Они поражены были в пустыне, никогда не увидели земли обетованной. На этом реставище, о чем пишет апостол Павел в предыдущей главе, в девятой главе, в этом испытании на послушание, большинство из них были признаны недостойными. Они злоупотребили свободой и благословениями. Эгоцентричные и самодовольные они пытались жить на пределе своей свободы. И сначала упали в искушение, затем грех и смерть. Вот почему, друзья, когда мы смотрим на пример жизни исследования вперед земле обетованную этих евреев, то что мы думаем? Какие выводы мы для себя делаем? Пусть никто из нас не полагается сегодня на свои какие-то привилегии, на свой, возможно, какой-то опыт, свои заслуги, свой стаж в церкви, свое, может быть, даже исповедание истины или что-то другое, они не гарантируют еще небесного блаженства, они не гарантируют, друзья, не защищают нас от суда здесь на земле и в вечности, если в нас не окажется корня живой веры и полного послушания, Богу. Мы, братья и сестры, это очень важное предостережение сегодня, не только для коринфян в то время, 2000 лет назад, но и сегодня для всех нас, кары, обрушившиеся в пустыне на непослушных израильтян. Это написано образой для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Те, кто поражены были в пустыне, мы читаем на протяжении многих страниц Библии, они не усмиряли свои тела, как делал это апостол Павел, они потворствовали каждому желанию, каждому вожделению и похоти своей плоти. Они постоянно вспоминали об удовольствиях, о том, что их было там в прошлой жизни, в египетской жизни, когда они сидели у котлом с мясом, когда они ели там огурцы, дыни, репчатые луки и так далее. Но наиболее полно выразилось их желание вожделения в их слезной просьбе «Дай нам мясо!» кричали они на Моисею с Аароном. И это слышал, конечно же, Бог. И Бог послал им перепелов. Они написано «Ели мясо до тех пор, пока оно не пошло через их ноздри». И еще не успели они доесть это мясо, которое они ели несколько дней, как уже с края пошло, с края стана пошло поражение народа, как уже начали умирать люди, как уже многие-многие люди в то время были поражены самим Господом и не назвали это место гробы прихоти. Друзья мои, будем помнить, что тело, находящееся под контролем, полезно Господу, а избалованное нет. Христианин, который контролирует с помощью Духа Святого свою жизнь, достоинство служить Господу, а тот, кто потворствует своей плоти и ведет беспечный образ жизни, недостоин. И очень важная мысль, друзья, хочется, чтобы все мы запомнили, что только те доходят до финишной черты, кто сохраняют в своей жизни верность Господу до конца. В послании Эфесской церкви Бог говорит такие слова, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Не все, далеко не все, вышедшие из египетского рабства, дошли до цели, дошли до земли обетованной. И это для нас образы, это для нас предостережение, как было когда-то для коринфян, так и сегодня для всех нас. Господь хочет еще раз нам напомнить о том, чтобы мы могли думать и понимать, что мы очень похожи на наших прародителей, на наших отцов нередко бываем. Израильтяне оказались недостойными также еще из-за четырех вопиющих грехов. Это идолопоклонство, это половая распущенность, это искушение Бога и ропот. Об этом мы поговорим в другой раз, если Господь позволит. Мы, братья и сестры, заканчивая свое слово сегодня, и глядя на примеры жизни израильтян, да и коринфян, я призываю сейчас всех нас подумать о том, насколько мы сегодня серьезно относимся к вопросу самодисциплины. Как я уже сказал, может быть, кто-то из нас уповает на то, что он вырос в христианской семье, что он посещает, может быть, даже исправно регулярно церковь, что он находится в среде Божьего народа, что он, как и все другие, на протяжении, возможно, уже лет идет к небу, идет в вечность, надеясь встретиться со Христом и быть там навеки с Ним. На что надеялись также и, как мы знаем, и евреи, и коринфяне, они тоже, каждого из них своя была надежда однажды достичь цели и жить там, и жить так, чтобы уже наслаждаться, радоваться жизнью и ожидать встречи с Господом. Но, друзья мои, что же произошло дальше? Об этом мы только что с вами говорили. Что позволяем мы себе, друзья, в своей повседневной жизни? И сейчас, особенно во время этих летних месяцев, в то время, когда многие из нас будут находиться, возможно, в отъездах, возможно, в отпусках, возможно, где-то мы будем находиться там, где не видит нас никто, нам кажется, где никто не может остановить, будь то родственник, член семьи или кто-то другой. Напомните о том, что Господь видит нас на всяком месте. Так важно, чтобы мы сегодня, глядя на примеры вот жизни коринфян и израильтян, могли понимать, что Бог очень серьезно относится к тому, что мы делаем, как мы относимся к тем и другим вещам в своей жизни, чтобы мы могли чаще задумываться, прежде чем что-то делать и даже что-то говорить. Доволен ли этим будет сам Бог? Доволен ли моей жизнью Бог? Где и зачем мы чаще всего проводим и будем проводить свое время? Не похотлив ли кто-то из нас на злое? Не допускает ли кто-то из нас в своей жизни то, что противно Богу? Не думает ли кто-то из нас, да, это не так страшно, это допустимо. Я же спасен, я же спасена, я же уже многие годы следую за Богом, я знаю, как отличить доброе от плохого, я могу себе позволить это, потому что я дальше не зайду за черту, за грань, я не свалюсь, я не упаду. И так многих сегодня обманывает сатана, чтобы они допускали в своей жизни какое-то заигрывание с грехом, какое-то искушение и не боролись с ним, или думали, что не выйдут победителями в этом искушении, а затем сатана все-таки ставит под ножку, человек падает в том или другом, будь то в выпивке, будь то в моральной нечистоте, в отношениях с противоположным полом, или в каких-то других вопросах жизни, друзья, не похотлив ли кто-то из нас на злое, не балансирует ли кто-то из нас уже на краю пропасти, не подошел ли кто-то уже и находится там, где уже еще один шаг, и человек упадет, и человек погибнет. Подумаем сегодня серьезно над тем, что мы сегодня слышали. Да поможет нам Бог не быть самоуверенными, не быть недумающими, что мы уже много что видели и знаем, что мы уже обязательно попадем туда, куда мы идем, чтобы никто из нас не переоценил свои способности, не заигрывал с грехом, но были бы постоянно в состоянии духовного бодрствования, чтобы не грешить перед Богом, чтобы иметь право достигнуть однажды заветной цели, неба. Пусть Бог поможет нам в том, чтобы, глядя на эти образы, на эти примеры, мы могли бы делать правильный вывод, мы могли бы учиться на ошибках других и были благоразумными в своей жизни христианами, были бы святыми непорочными людьми, Божьими детьми, так, чтобы однажды удостоиться провести вечность с самим Господом Иисусом Христом. Аминь. Будем молиться. Продолжение следует...